Ну, вообще, космос – это совершенно уникальная русская идея и русское явление. Дело в том, что именно русские философы в 19 веке высказали идею, ну, прежде всего, Николая Федоров, основоположник русского космизма, с его, так сказать, идеей воскрешения всех мертвых, управления планетами, управления космосом. Космосом человечества и так далее. Он повлиял на Целкулского, на Чижевского, они, в свою очередь, повлияли на Королева. И вот, то есть, есть прямая, так сказать, линия, которая показывает, что вот это развитие космоса – часть русской философии и русской культуры. Ни одна другая нация, ни американцы, ни европейцы, не увлекались космосом и не занимались, и вообще не считали нужным вообще как-то к космосу особо относиться. Но есть он космос и есть. И нужно отметить, что даже ракеты, которые строил Вернерфорд Брау, которые потом служили исходным материалом для Королева, предназначались как для военного назначения, для военных действий, но никак не для покорения космоса. Королев, сочетавшись именно Целкулского, что нужно покорять космос, выходить к другим планетам, он взял эти ракеты именно с вот этой целью. Когда впервые был запущен спутник в космос, американцы говорили, и американский президент говорил о том, что лучше бы построили какой-то там супермаркет, и они вообще не понимали, что это такое, что спутник какой-то. Когда полетел Гагарин в космос, американские газеты вышли с закроловками, что Америка проспала целую новую эпоху, что русские таким образом опередили весь мир, так сказать, в своем пиаре, а Америка этим всем не занималась, потому что американский президент и все остальные, они думали вообще, зачем это нужно, какие деньги это вообще приносит, полеты в космос. И для них это все было очень дико. И только после того, как весь мир стал встречать Гагарина, миллионные толпы выходили на улицы всех городов, когда все хотели быть русскими, гордились, и на территории нашей страны в том числе. Это был огромный всплеск такой мировой популярности Советского Союза. Только после этого американцы поняли, что они что-то упустили, и стали огромные деньги тратить на космос, на полет на Луну и на всякие другие свои программы. Поэтому космос это наше родное, это то, в чем мы изначально были лидерами, и лидерами остаемся. Напомню, что даже к 1991 году, когда разваливался Советский Союз, именно у России было больше спутников на орбите, чем у США. Мы совершали орбитальные полеты, у нас были космические станции. Американцы этого всего не делали, они просто летали челноками в космос. Ну, как самолет, только большой. Это не космическая станция, невозможно делать эксперименты и так далее. Поэтому мы могли полностью захватить все телекоммуникации, спутники на Земле и так далее. Если бы не развал Советского Союза, как раз космос мог бы быть очень серьезно коммерциализирован, и приносить просто миллиарды, миллиарды долларов в советскую казну. Но из-за развала Советского Союза мы упустили очень много в космосе. А сейчас, когда Россия поднимается с колен, те заделы, которые у нас были в космосе, они, так сказать, возвращаются. Мы строим новый космодром, мы запускаем новые двигатели, мы собираемся новую космическую станцию делать. осваивать новые планеты и так далее. То есть мы просто возвращаем себе. Но, собственно, еще не утрачено, это лидерство, но мы прочно встаем на ноги, чтобы, в общем-то, это лидерство закрепить в космосе. Наша традиционная, с 19 века, что называется, идущего. И на пути вот этого, как бы, лидерства уже, как бы, обеспечивать себе ряд всевозможных преференций. То есть это и политический пиар, с одной стороны, если там будет что-то достигнуто. И коммерционализация космоса, которая сейчас в современных таких медийных условиях очень вполне даже возможна.